ПОЛЮБИТЕ СЕБЯ Сегодняшняя цитата называется «Полюбите себя». Люди могут подумать, Прабхапада никогда не говорил о любви к себе, он всегда говорил о любви к Кришне. Откуда же все эти разговоры о любви к себе? Это что-то из Нью Эйдж или современной психологии? Люди всё время говорят мне об этом. И я провёл небольшое исследование, сделав поиск по словам «Любите себя». И сейчас я хочу прочесть вам одну вещь, которую я нашёл. Одну из многих. Иногда я думаю, что любить себя означает любить своё тело, свой ум и тому подобное. Но истинная любовь такова. Я люблю себя, потому что я духовная душа. Почему я люблю себя? Потому что я неотъемлемая частица Вишну. Поэтому, по сути дела, мы любим Вишну. Шри Лапрабхапада. Это очень красивая цитата. Прабхапада говорит, если вы любите себя из-за того, что вы частичка Кришны, значит, вы любите Кришну. Но тогда можно задаться вопросом, «А что означает любить себя?» Прабхапада неоднократно говорил, если вы обретаете сознание Кришны и не пользуетесь этим, значит, вы ненавидите самого себя. Люди спрашивали, «А как можно ненавидеть самого себя?» И он отвечал, «У вас есть нечто такое, что может принести вам пользу, но вы не задействуете это. Это и есть один из видов ненависти к себе». Какова же противоположность ненависти к себе? Любовь к себе. Когда Прабхапада говорит, что вы можете быть врагом самому себе, и Кришна тоже говорит об этом в гите, это косвенно означает, что противоположностью ненависти к себе будет любовь к себе. Мы говорим, но Прабхапада не упоминал о любви к себе, однако косвенно он говорит об этом, потому что упоминает ненависть к себе. Так что же такое любовь к себе? Любовь к себе – это когда я обретаю сознание Кришны и применяю его в своей жизни, использую его. Я встаю рано, повторяю свои круги, совершаю служение. Я задействую дар, который получил, значит, я люблю себя. Мне дали нечто ценное, и я использую эту ценную вещь в служении Кришне. Это то, как проявляется любовь к себе. Иногда я вижу, что преданные доходят до того, что говорят. Какой от этого толк? Кришне наплевать на меня. Какой смысл? Я не могу быть сознающим Кришну. Зачем стараться? Здесь присутствует чувство «я не достоин». Отсюда возникает ненависть к себе. Когда же мы чувствуем «я этого достоин», возникает любовь к себе. Если просыпаясь по утрам, мы продолжаем быть в сознании Кришны, всегда присутствует ощущение «я этого достоин». Я важен Кришне и своему гуру. Всегда должно быть такое чувство, что я достоин, что моя жизнь важна, и что есть какой-то смысл в том, что я делаю в сознании Кришны. Это любовь к себе. Но когда я принимаю сознание Кришны, а затем отбрасываю его, тогда это, как говорит праупада, ненависть к себе. Я уничтожаю себя. Я на самом деле ненавижу себя, хотя это и странно звучит. Выше Панишад говорится, что на самом деле мы сами себя убиваем. Атмага – убийца души. То есть праупад даже называет это духовным самоубийством. Если я бросаю сознание Кришны, не использую его, несмотря на то, что я его обрел, то я убиваю себя. Каков антоним слова «убивать себя»? Спасти себя. В этом смысле праупада все-таки говорит о любви к себе, хотя конкретно это слово он использует лишь в четырех-пяти местах. Но мы можем понять, что косвенно он говорит именно об этом – давать себе подпитку, заботиться о своей духовной жизни. И праупада очень красиво говорит об этом. Это не отлично от служения Кришне, потому что вы – частичка Кришны. Поэтому на духовном уровне вы не сможете служить себе, не служа при этом Кришне. Вы служите себе, повторяя Харе Кришне, и в то же время вы служите Кришне. Это очень просто. Итак, вы все этого достойны. Посвятите все самое лучшее Кришне, ведь вы этого достойны, и вы заслуживаете того, чтобы вернуться обратно к Богу. Это правда. Давайте сделаем это уже в этой жизни. Харе Кришна, если вам нравится это видео, вы можете подписаться на канал. Также я буду очень благодарен, если вы поделитесь этим видео с другими. Оставите свой комментарий или поставите лайк. Нажмите кнопочку «Поделиться», и я думаю, многие преданные скажут спасибо, получив эти видео. Я стараюсь излагать нашу философию так, чтобы это было практично, чтобы было понятно, как применять ее в нашей повседневной жизни. Это одно из моих служений. Я хочу охватить как можно большую аудиторию преданных. Если вы сможете мне помочь, я буду вам очень признателен. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok